Прошла я тест интересный, MBTI, как-то он так называется. В общем, мой тест тепличности ENFP, исследователь трендов, результат, так это уже не нужно. Гибкий, любопытный, эмпатичный, общительный, любитель мозговых штурмов. Результат теста я для себя записываю, ну, интересно будет показать. Полное описание типа личности. Введение. Изабель Брикс Майерс и ее мать Кэтрин Брикс, опираясь на работу психолога Карла Юнга, разработали метод MBTI и разделили людей на 16 типов личности. Они выделили 4 основных аспекта, которые люди выбирают в качестве предпочтения своего поведения. Каждое из этих предпочтений представлено 4 буквы образуют тип личности. Всего их 16, и каждая обладает уникальными комбинациями черт характера. Далее разберем все 4 пары предпочтений. Откуда черпают энергию и как человек распоряжается своей энергией? Экстраверт, экстраверт, интроверт. Фокус внимания и способ обработки информации. Сенсорик или интуиция? Что лежит в основе ее приятия решений, мышления или чувства? Как организует взаимодействие с другими людьми и структурирует свою повседневную жизнь, суждение или восприятие? Данный отчет о вашем типе личности расскажет о ваших естественных врожденных предпочтениях, а не о приобретенных вами навыках и способностях. Вы также получите стратегии адаптации своего стиля общения для эффективного выстраивания отношений с другими и достижения результатов жизни. Результаты опросника определяют психологические установки и доминирующие психические функции вашей личности. Каждый может научиться использовать все предпочтения своего типа личности для эффективного взаимодействия с внешним миром. Эти описания не предназначены для того, чтобы ограничивать вас. Скорение создано, чтобы помочь распознать ваш естественный жизненный стиль и показать, чем ваш стиль отличается от стиля других людей. С этой отправной точки вы сможете разработать стратегии для более эффективного взаимодействия в деловых и личных отношениях. Читая о своем типе личности, сохраняйте осознанность. Останавливайтесь и думайте, где и когда мог проявиться в вашей жизни паттерн этого поведения. Процент проявленности пары предпочтению у всех разный, поэтому откликаться информация будет по-разному. Для этого мы предоставили результаты тестов в процентах для ознакомления вам перед расшифровкой. Дальше расшифровка. Вот она. И по сути своей это реклама. Вот. Но, скажем так, я по крайней мере узнала. Спасибо большое за то, что я узнала, какой у меня тип личности. Буду дальше изучать. Так, ну я зашла на другой сайт. Теперь посмотрим. Экстравертный, интуитивно чувствующий и воспринимающий обзор тип личности ENFP. Иногда называем его чемпионом. Какое интересно. Это аббревиатура, обозначающая экстравертный, интуитивно чувствующий и воспринимающий тип личности. 11-16 различных типов, определяемых индикатором типов Myers-Briggs MBTI. Если вы ENFP, люди, вероятно, описывают вас как энергичного, харизматичного, обаятельного, энергичного, второй раз повторяется, и независимого человека. По поводу энергии сейчас. Да, очень смешно, особенно сейчас с моим, наоборот, апатичностью и не энергичностью. Ну ладно. ENFP также креативны, поэтому обычно лучше всего добиваются успеха в ситуациях, когда у них есть свобода творить и внедрять инновации. Однозначно. Типа ENFP, очень общительные, любят исследовать, становятся чуткими лидерами и родителями, имеют высокую мотивацию, хорошо понимают и общаются с людьми. Однако ими часто движет недостаток уверенности в себе, им очень трудно с сильными эмоциями, стрессом и конфликтами. Говорит Кристофер Хансен. Лицензированный профессиональный консультант в Трейн-Волк в Остине, штат Техас. Существует два подтипа ENFP. Подтип А и подтип Т. Человек, относящийся к А, также известен как настойчивый участник компании. Это подтип, как правило, более уверен в себе и имеет больше эмоциональный контроль в своих отношениях. Т, известный как буйный участник компании, часто обладает меньшей уверенностью и меньшим эмоциональным контролем, а также испытывает большую тревогу при повседневном стрессе. Редкая личность ENFP. Просто так. По оценкам от 5 до 7. Процент населения имеет тип личности такой. О, редкая личность. О, круто. Ключевые характеристики ENFP. Наличие означает, что у вас, вероятно, есть следующие сильные и слабые стороны. Обладает отличными навыками работы с людьми. Помимо обилия и энтузиазма, они искренне заботятся о других, хорошо понимают, что люди чувствуют. Это может сделать их привлекательными для окружающих. Учитывая их рвение, харизму и креативность, могут стать отличными лидерами. Они гибки и любят держать открытыми свои варианты. Могут быть спонтанными и легко адаптированными к изменениям. Люди с типом личности таким категорически не любят рутину 100% и предпочитают сосредоточиться на будущем. Они могут легко отвлекаться, особенно, когда работают над чем-то, что кажется скучным или скучным 100%. Вообще, на самом деле, перевод с английского, поэтому получается скучным или скучным, на самом деле, там имеется в виду что-то немножко отличающееся, но имеет тот же самый смысл. Отлично умеет генерировать новые идеи, но к их слабости можно отнести откладывание важных задач на последнюю минуту. Есть такое действительно, имеет место быть. И неорганизованность. Придумать идеи, ну я, кстати, научилась организованности, организованности пространства. Единственное, для этого требуется мне гораздо больше финансов. То есть, когда у меня не хватает финансов, есть люди, которые умеют быстро организовывать пространство, а мне вот для этого требуется много-много-много-много-много финансов для того, чтобы я так организовала пространство, как никто другой, у меня будет всё по полочкам лежать. Но для этого мне нужно, чтобы у меня были эти полочки, их было много, и в них были контейнеры, И в этих контейнерах еще контейнеры И в этих контейнерах еще контейнеры В общем, таким образом Этот тип личности уделяет большое внимание эмоциям Ценностям и отношениям, которые для них очень важны Говорит Хансен Сильные стороны Теплые, восторженные, чуткие, заботливые Сильные навыки работы с людьми Сильные коммуникативные навыки Весело, спонтанно, очень творческие Недостатки Требуется одобрение других людей С этим работаю Дезорганизованный Дезорганизованный Да, с этим тоже работаю Склонен, легко впадать в стресс С этим, вот, пожалуйста, в нехватком огне Работаю с этим Может быть, слишком эмоциональным Слишком много думает Бесконечно Трудно следовать правилам Есть такое Но, опять же, с этим тоже работаю Я вообще с этими вещами реально работаю Ну, значит О, спасибо Значит, действительно Работает этот тест Если Действительно я с этим согласна Со всем Когнитивные функции Каждый тип личности состоит из четырех когнитивных функций Которые связаны с тем Как они обрабатывают информацию И принимают решения Первые две функции Доминантная и вспомогательная Играют в личности наиболее очевидную роль Последние два Третичные и низшие Также играют роль Хотя их влияние Может возникнуть только в определенных условиях Ситуациях Вот доминантные, вспомогательные Третичные, низшие когнитивные функции Для такого типа личности Доминант, экстраверсия, интуиция Экстравертная интуиция Экстравертная интуиция Означает, что Обычно они сосредотачиваются Такие люди на мере возможностей Они хороши в абстрактном мышлении Предпочитают не концентрироваться На мелких деталях Люди с этим типом личности Также изобретательны И ориентированы на будущее Из этой доминирующей функции Хорошо видят вещи такими Какие они могут быть А не сосредотачиваться на том Какие они есть Это, кстати, мне помогает В том числе В планировании дома В планировании сада У них есть естественная тенденция Сосредотачиваться на отношениях И они умеют находить Закономерности и связи Между людьми С ситуациями и идеями Вспомогательное средство Интровертное чувство При принятии решений Придают большое значение Чувствам и ценностям А не логике И объективным критериям Они склонны следовать Своему сердцу Сопереживать другим И позволять эмоциям Определять их решения Имеет сильное желание Быть верными себе И своим ценностям В идеальном мире Между этим миром и их ценностями Должно быть соответствие Третичный уровень Экстравертное мышление Это когнитивная функция Сосредоточена на Логической организации Информации и идей Может использовать эту функцию Для сортировки Разрозненных данных И эффективного выявления связи Кстати, вот это мне помогло В одной из работ Очень сильно Да, наверное, и не только В одной конкретной Вот, ну, мой проект Как раз на этом был основан Я из хаоса создала Логику и Возможность Коммуницировать Разным потоком информации На разных уровнях Людей И разных Разных профессий Скажем так В одной компании Например, могут думать Слух Решая проблему Излагая свою информацию Так, чтобы создать Легко прослеживаемый Ход мыслей Сто процентов Те, кто мне смотрит Видят это Низшее Интровертное восприятие Выражает эту функцию Сравнивая то, что они Испытывают в данный момент С прошлым опытом При этом им часто Удаются вызвать И в памяти Воспоминания Чувства и ощущения Которые не связывают С этим событием Это позволяет Выявлять Закономерности И формировать ожидания Относительно будущих событий На основе предыдущего опыта К сожалению Сейчас с этим Плоховато Но так я этим пользовалась Как раз Робин Уильямс Доктор Сьюз Детский писатель Сальвадор Дали Художник Элен Дедженерс Не знаю, кто такой Комик и ведущий Это к шоу Рон Уисли Персонаж Гарри Поттера О, я Рон Круто Личные отношения Это экстраверты Значит, что они любят Проводить Кстати В Гарри Поттере Больше всего бесиво У меня было Я не знаю Когда я читала книжку Я не помню Какие у меня ощущения были А что касается Когда я фильм смотрела Больше всего Меня бесил именно Рон Мне нравились Братья Уизли А вот Рон Меня бесил Больше всех Я сама себя бесила Я сама себя бесила Понимаешь А это значит Что они любят Проводить время С другими Будущие экстравертами Они от природы жизни Радостны И общительны Общение на самом деле Дает больше энергии Помогая им чувствовать себя Более обновленными Отдохнувшими И воодушевленными Жизни В то время Как другие типы экстравертов Как правило Не любят одиночество Действительно Нуждаются в некотором Времени Они нуждаются В некотором Времени В одиночестве Кстати это Сто процентов Однозначно Мне тяжко Что у меня В этой вот Одиночестве У меня мало Для меня Если честно сказать Я реальный экстраверт И это парадокс такой Я реальный экстраверт Я люблю общение Но мне Для сосредоточения Для того чтобы Что-то Сделать Вот Такое масштабное Мне нужно одиночество Реально Это дает им пространство Для размышлений И размышлений Опять же Имеются Похожие по смыслу Слова Английские Как правило Теплы 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 страстны В отношениях Они всегда Ищут пути роста И способы Укрепить свои партнерские отношения Также Словно быть внимательными И спонтанными И готовность Те на риск Иногда может вызвать Стресс у тех Кто их любит Совместимость Совместимые Надо кстати Муж тебя тоже проверить Типы личности Наиболее совместимые INTG Да мы с тобой Вообще Полные антиповоды Друг друга Как мы вместе Кошка с собакой Реально В прямом смысле слова Так Это INTG И INFG Что потенциально Обеспечивает им Хорошее отношение Или перспектива брака ENFP Как правило Наименее Совместимы С ISTP А также Иногда Имеют проблемы ЕСТГ ИСТГ ИСФГ Что-то наподобие Соционики Да Муж Ну надо проверить Тебя обязательно Надо посмотреть Насколько это реалистично Карьерный путь Для ENFP Люди с числа личностью Лучше всего Справляются с работой Почему не назвать Какой-нибудь Бутончик Бабочка Листочек Не знаю Там Облачко Почему Вот это ENFP Как Просто вообще Мозговый нос Это произнести Это сложно Люди с личностью Он просто Был специалистом В своем деле И Ориентировался На Профессиональные Термины А Это очень любят В Профессиональной Среде Что используют Профессиональную Какую-нибудь Замудренную Терминологию Использую Какую-нибудь Бабочку Листочек Тебя будут Воспринимать Несерьезно Вот А на самом деле Для обычных Людей Как раз Бабочка Листочек Было бы Поприятней Вот Как бы Это ENFP 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 Вот ENFP Я назову Эв по-русски ENFP Mishki ENFP Mishki Mishki ENFP Mishki Поскольку Зачастую Интересуется Людьми Они Также Лучше всего Справляются С работой Которая Предлагает Большую гибкость Поскольку Сочувствуют Интересуются Людьми Они Также Переиспевают В карьере Реантируясь На оказание Услуг Им Может быть Полезно Избегать Карьеры Которая Предполагает Выполнение Множества Детальных Рутинных Задач Сто Сто Процент Не Мое При Выборе Карьерного Пути Это Может Помочь Понять Потенциально Сильный Слабый Сторон Кстати Несмотря На то Что Не Мое У меня Был Период Когда Я занималась Рутинной Деятельностью Достаточно Успешно И Да Я Не Вдохнявлена Этим То есть Мне Нужно Создавать Проекты Чтобы Их Кто-то Поддерживал При Этому С Другим Типом Характера Я Создаю Проекты Я Реализую Ставлю На поток А дальше Уже Они Должны Другими Людьми Скажем Так Быть Обеспечены Трудом Других Людей Которые Любят Вот Эту Рутинную Работу Которому Нравится Рутинная Работа Я Не Человек Которому Нравится Рутинная Работа 100% В то же Время Вам Не следует Основывать Свои Карьерные Решения Исключительно Я Терпеть Не могу Пирожки Валера За Одиннадцать Лет Совместной Жизни Ты Так До сих Пор Не Знаешь Этого Как Как Такое Вообще Возможно Скажи Мне Пожалуйста Как Возможно Пробъем Какая разница Я их терпеть Не могу Понимаешь До этого До брезгливости У меня Количество Булки Чем больше Булки В пирожках Тем больше Внутреннего Дискомфорта Я буду Испытывать Просто Даже Визуального Дискомфорта Мне Не обязательно Даже Если Они еще Не пахнут Вкусно Ванилью То Вообще Все Катастрофа Не могу На них Смотреть Запомни Это Раз и Навсегда Я Терпеть Не могу Пирожки Единственные Пирожки Которые я Люблю Которые Мама Готовит Жареные С маком С сахаром И Какие-то Она еще Готовит С яблоком Мне нравится Вот эти Пирожки А еще С луком Яйцом И зеленью Тоже И все Это Жареные Пирожки Я не люблю Духовые Пирожки Вообще Категорически Надо же Чтобы Ты меня Узнал Хоть Немножко А то 11 лет Живем Месси За 11 лет Ты представляешь Муж 11 лет Один старший Ребенок Идет уже Во второй Класс Младший 5 лет Уже Скоро Обалдеть Так Значит Так Может быть Полезно Извлекать Карьеры Которая Предполагает Выполнение Множества Детальных Фактивных Задач При выборе Карьерного Пути Это может Помочь Понять Потенциально Сильные Слабые Стороны Вашего Типа личности Не пошла бы Врачи Хотя И дефектолога Здесь тоже нет Есть Социальные Работники Медсестра Ближе К этому Ко всему И психолог Ну психолог Да Мне очень нравится Хотела бы Советы По взаимодействию С ними Если вы регулярно Общаетесь С личностью Вот Несколько советов Основанных На вашем Типе отношении Дружба Это веселые Интересные Друзья Им нравится Делать Что-то Новое У них Обычно Широкий Круг Друзей И знакомых У нас Подружкой Есть Такая Тема Я За любой Кипиш Кроме Колодовки Это Про нас Так И у них Обычный Широкий Круг Друзей И знакомых Но кстати При этом Я 7 дней Сидела на воде Ничего Как-то И увлекалась Раньше По крайней мере Такими Очистительными Диетами Различными Увлекалась Для Легкости Для того Чтобы шашлаки Выводить Из органина Было такое Так Восприимчивы К чувствам Других людей Могут довольно Быстро Их понять Вы можете Помочь Своим друзьям Указав Эмоциональную Поддержку Необходимо Для достижения Своих целей Воспитание Поскольку Они не любят Рутину Могут бороться Со структурой Ограничениями Их дети Могут воспринимать Как Их Как Непоследовательных Тем не менее Родители Обычно Умеют крепкие Любящие отношения Со своими детьми И умеют Прививать им Свои ценности Родители Детей Могут Обнаруживать Что у их Ребенка Сильное Воображение И Мой сладкий Ребенок Проснулся Родители Детей Могут С Вот Этой Личностью Могут Обнаружить Что у их Ребенка Сильное Воображение И Большой Жизненный Энтузиазм Энергия Вашего Ребенка Иногда Может Показаться Ошеломляющей Но Поиск Помочь Ему Раскрыть Свои Творческие Способности Помогает Найти Хорошее Применение Этим Чертам Личности Родители Должны Пощать Своих Детей К творчеству А также Предоставлять Им Правила И Рекомендации Отношения Как правило Страстны И полны Энтузиазма В романтических Отношениях Но Долгосрочные Отношения Иногда Могут Наталкиваться На препятствия Потому что Люди С типом Личности Всегда Думают О том Что Возможно Они Сосредоточатся На хорошем И вещах Как они Есть Давно Уже Работала Над этим И Все нормально Чтобы Сохранить Романтику Ищите Новые Способы Сохранить Свежесть И Принести Азарт Ваши Отношения Мне кажется Это для Любых Отношений Полезно Не только Конкретно Для этого Типа Личности Путешествия И новый Опыт Могут Помочь В этом И поддержать Участие Партнера В отношениях И связь Со своим Партнером Ну Это Да Не Существует Типа Личности Который Был бы Лучше Или Хуже Других Кстати Вот Это Самая Большая Ошибка Считать Что Я Вот Такой Крутой А другие Все Плохие Нет Такого Действительно Так Как и Другие Типы Тип Личности Имеют Как Сильные Так И Слабые Стороны Среди Сильных Сторон Люди С Этим Типом Личности Обладают Отличными Навыками Работ С Стресс Эмоциональные Они Жажда Отобрения Со стороны Других И Склонны Слишком Много Обдумывать Ситуации Но Если Надо Этим Работать То В принципе Все Хорошо Как Интересно Это Очень Прикольно Спасибо